И светоотражайка, и магнитный серебряный гель-лак, и куча блесток присутствуют в этом дизайне ногтей. Привет, девчонки! С вами Любовь Баварская. В этом видео покажу и расскажу, как я сделала вот такую коррекцию. Прошел ровно месяц, и клиентка пришла на коррекцию. Невооруженным фрезой глазом вижу, что все хорошо. Все проносилось, ничего нигде не сломалось. Приступаю к снятию. Твердосплавной фрезой снимаю материал. Длину не убираю. Это я делаю для того, чтобы мне впоследствии было легче сделать поднятие. Зона апекса высокая, и эти ноготки всегда клюют. Я всегда их поднимаю. Почти совсем убираю материал в зоне апекса. Свободный край не трогаю. Таким образом легче будет сделать поднятие. Ведь на свободном крае будет больше материала. И я потрачу меньшее количество материала для наложения на свободный край, чтобы сделать поднятие. Два ноготочка у меня все же пострадали. Вот здесь сбоку большая отслойка. Буду убирать ее полностью, всю до конца. Без усилий и без нажатия. Чтобы убрать, я не вожу фрезой по самой отслойке. Продвигаюсь фрезой по периметру видимого отслоения. А то, что отслоилось, должно отлететь само. Вскрытие показало треснутый ноготок. Кусачками вырежу этот кусочек. Потому что если просто положить на него материал, он все равно впоследствии треснет. Такой способ я практикую давно. И все хорошо носится. И ноготочки опять не трескают в этом месте. Вынимаю этот кусок. И покажу еще один поломанный ноготок. Вернее, не поломанный, а там, где отслойка. Вот начала спиливать. И хорошо вижу изменение цвета под гелем. Это значит отслойка. Убираю материал шлифующими движениями. Очень аккуратно у боковых валиков. Ведь там самая тонкая ногтевая пластина. Вот такая вот огромная отслойка. Это большой палец правой руки. Судя по всему, у этой клиентки самый рабочий. Сняла длину, которая полностью отстает. Все эти отслойки и малейшие изменения в цвете я всегда стараюсь убрать. Так как отслойки оставлять нельзя ни в коем случае. Ведь они повлекут за собой очень серьезные последствия. Под отслойками задерживаются разные бактерии. Я их обязательно убираю. Перехожу к обработке кутикулы. Фрезуя обратный конус, обрабатываю кутикулу, боковые валики, зону натуральной ногтевой пластины и боковые стороны ногтя. Эта клиентка у меня не до трога. Очень высокий болевой порог. И поэтому у меня для нее вот такой специальный способ очень тихонечко обрабатывать кутикулу. Здесь есть огромный плюс. Кутикула у нее сухая. Легко поддается опиливанию. Работаю фрезой в режиме реверс. Примерно 15 тысяч оборотов. Справа налево прижимаю кутикулу к ноготочку. Тем самым истончаю ее. А потом слева направо срезаю. Поскольку она у меня очень чувствительная, то есть клиентка моя, я могу ей сделать только такой маникюр. Только такую обработку кутикулы. Режущими инструментами я здесь не работаю. Эта девочка ходит ко мне давно. И поэтому я знаю все ее минусы и плюсы. Стоит только взять ножнички или щипчики в руки. И сразу парам-пам-пам. То есть чуть дотронешься и поранила. Но ее все устраивает такая обработка. И поэтому я вот таким способом все и это делаю. Этой же фрезой зачищаю боковые валики. Все от шелушки, все заусенки. Чуть-чуть попилю и прижимаю пальчиком. Потому что ей сразу больно. Прижимаю своим пальчиком для того, чтобы снизить температуру нагревания от фрезы. Она у меня всегда носит однотонное покрытие. И поэтому вот здесь можно посмотреть остатки от предыдущих дизайнов. И я не всегда убираю весь материал с ногтя. И ничего страшного, ведь дальше у меня будет однотон, который все перекроет. Ходит она ко мне лет 6 и всегда делает однотонное. Никогда я не делала камуфляж. Никогда мы не делали ни френч, ничего такого, что на камуфляже. Справа налево прижимаю кутикулу, немножко ее утончаю и слева направо срезаю. Не стараюсь углубиться в подкутикульное пространство. Проксимальную складку оставляю в покое. Ей подходит только такая обработка кутикулы, только такой маникюр. Согласитесь, это же лучше, чем все обработать по правилам, особенно по новым правилам. Но отпустить клиентку с кровяными пятнами и с порезами. Даже я вот еле дотрагиваюсь до кутикулы, а она уже покраснела в некоторых местах. Это говорит о том, что кровь уже близко. Между прочим, в Америке вообще запрещено трогать кутикулу. И они ее не трогают совсем, просто отодвигают апельсиновой палочкой и все. И уже не говоря о зачистке подкутикульного пространства. Для ровного наложения гель-лака я все же немного прочищаю подкутикульное пространство, только не углубляюсь туда. Немного затрону синусы, потому что если я этого не сделаю, то гель-лак у меня ляжет, сами знаете как. Черт и как и никак, клочками и затеками. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот так вот, как смогла, прочистила. Ничего нигде не обкровила. Смахнула пыль, обезжирила ноготочки спиртом, нанесла праймер. У меня ультрабонд. И буду приступать к коррекции. Начну с двух поломанных ноготочков. Беру шаблон и подставляю его под треснувший ноготок. Подставила форму и вижу большую яму. Если я положу туда материал, под ногтем у меня образуется гриб, который придется долго выпиливать. Поэтому докладываю еще кусочки. Получается почти стык в стык. На кисточке набираю немного геля. Втирающими движениями прохожу по всей ногтевой пластине. Наношу первый базовый слой. И ставлю заплатку, латаю дырку. Просушила в лампе 2 минуты, снимаю шаблон. И кусочки. На этом ноготочке буду делать наращивание. Такими же втирающими движениями наношу первый базовый слой. Первый базовый втираю всегда. Это дает наилучшее сцепление искусственного материала с натуральной ногтевой пластиной. Выкладываю недостающий свободный край. Подложку стараюсь не делать толстым слоем. Для того, чтобы у меня была потом возможность зажатия. После полимеризации, полимеризация 30 секунд, снимаю форму и зажимаю гель пинцетом. Также поджимаю боковые стороны. Для того, чтобы форма ногтя не смотрелась лопатой. Отправляю в лампу на дальнейшее просушивание. Приступаю к поднятию клюющих свободных краев. Ставлю капельки полигеля на все ноготочки. И своим пальчиком, смоченным в обезжиривателе, распределяю его по свободному краю. Этот способ увидела в интернете. Очень мне понравился. Все гораздо быстрее происходит. Кисточкой я делаю это дольше. Сначала прижимаю полигель к ноготочку. Затем растягиваю его к стрессовой зоне. Свой палец периодически смачиваю. Где-то поставила побольше полигеля, где-то поменьше. Потому что ногти клюют по-разному. В большинстве случаев больше всего клюют указательные пальцы. То есть на указательные поставила побольше. Просушила в лампе обязательно 2 минуты до полной просушки. И наношу второй конструирующий слой. Первый базовый я нанесла до полигеля. Все просушила в лампе 2 минуты. Пилочкой придала форму материалу. Ногу убрала длину. И выпиливанием с обратной стороны сделала поднятие. На все 5 ноготков нанесла черный гель-лак. Просушила в лампе 2 минуты. На мизинец и на безымянный добавила магнитный серебряный гель-лак. Круглым магнитом собрала магнитные частички. Получился кружок. Буду делать провисовку белой гель-краской. С такой прорисовкой у меня будет 2 ноготка. Белым делаю 3 полоски. Одну в середине. Еще одну на краешке. И одну сверху. Полоски не делаю тонкими. По 2 пальчика на одной руке. Прорисовываю так 4 ноготка. И просушиваю все в лампе. Указательные пальчики у меня покрыты светоотражающим. Тем же светоотражающим буду делать полоски. По 2 полоски на каждом ноготочке с белыми полосками. Одну черную полоску между двух белых покрою тем же серебряным магнитным гель-лаком. И добавлю еще немного серебряных блесток. Всего лишь одну полосочку. Проведу ее по контуру с белым. Магнитную часть сделала магнитом, который дает полосу. На двух ноготках, где замагнитила кружком, выложила кучу блесток. То есть нанесла полосу обычного геля. Накидала на нее всяких разных блесток, какие у меня есть. Ну и какие одобрила клиентка. Просушила их в лампе. Добавила немножечко серебра. И перекрываю это все базой. Чтобы ничего нигде не торчало. Просушиваю в лампе 2 минуты обязательно. Перекрываю топом без липкого слоя. Слой делаю выравнивающий. После просушки топа прорисую небольшие тонкие линии. Для этого буду использовать гель-пасту. Гель-паста у меня для поверхностного рисования. То есть она без липкого слоя. Покрывать ее не нужно. Носится отлично. Она дает немного объема. И создается эффект ТД. Гель-пасту просушиваю в лампе 2 минуты. Вот что у меня получилось. Клиентка моя как всегда в восторге. Кому понравилось мое видео или чем-то было полезно, ставьте лайки. Пишите пожалуйста комментарии. Буду очень рада вашей подписке. Я совсем недавно снимаю свое видео. И поэтому буду очень рада вашим комментариям и общению. Мастером маникюра я работаю 14 лет. Желаю всем хорошего, позитивного настроения. Всем пока и до новых встреч на моем канале.